Мы говорили об обрезании, мы говорили о таинственном обрезании, мы говорили о еще разных вещах. Текст, который настолько насыщен, что, скажем так, идти по линейной схеме, скажем так, по хронологии, не всегда получается. И тоже у нас не получится это и сейчас. Сейчас нам нужно, мы с вами поговорим о том, как Абрам пытается спасти город-дом от его уничтожения. Честно говоря, я не знаю, вы выражили мнение всех присутствующих, но люди, которые ведут себя так, скажем, как вздометяне, которые там придумали всякие неприятные фокусы для того, чтобы отвадить других людей, заходить в их город. И мешать им наслаждаться природой, благосостоянием и, в общем, некой такой даже и душевной тоже сытостью, потому что они были, в принципе, всем довольны. На это повел, что выражает современным языком, племянник Абрама, вот и тоже там поселился. Я уже сказал, что для меня является загадкой, почему они взяли его в качестве судьи, потому что есть такой мидраж, что он стал судьей. Он сидел, когда мы читаем историю, что он сидит в ворота города, во всяком случае, присутствует не дома, скажем так. То чаще всего, если это речь идет не о торговле, там, не знаю, не о перенечении в пространстве, чаще всего это судья, это один из местных старейшин этого, значит, места, этого города, этого поселения, который, в принципе, распоряжается, значит, этого ходом событий. Вот он был, его избрали таким судьей, избрали, но потом, в общем, захотели снять, и более того. Но вопрос, почему, собственно говоря, зачем он им так понадобился? Дело в том, что в схеме с дома, несмотря на то, что она была предельно, как бы, закрытой, в ней были дыры. Почему она была предельно закрыта, давайте, в принципе, напомню. Ну, во-первых, потому что они не делали завоевательных войск. Например, у Чингисхана был джук такой, я думаю, что любой начинающий психоаналитик найдет этому объяснение. Дело в том, что его отец изнасиловал его мать, отбив его любимого жениха, и так далее. Эта история, так-то, я думаю, в себе, достаточно примечательна. Вот, и поэтому, в общем, я думаю, что ребенок вырос ненавидящим многих людей, в связи с этим мужчином. Так вот, в доме ничего подобного не было. Они не вели завоевательных войн, как, я не знаю, Синдескан, или как Александр Македонский, или как Наполеон, или еще, как еще кто-то, Гитлер и Москву. Они ходили просто сидеть в своем городе, очевидно, ну, очень небольшим, так сказать, человеком людей, которые там жили. В наших источниках, еврейских источниках, говорится о том, сколько было жителей в схеме. Я сейчас не помню точно, но, по-моему, это несколько тысяч человек, в том числе, не больше. И вот это таков был город эпохи Авраама, эпохи прадцев наших. И можно предположить, не знаю, там, плюс-минус, что с домом тоже было, в общем, население было таково. В чем тут, так сказать, плюс и в чем минус все-таки? Во-первых, все друг друга знают, все друг за другом присматриваются, в общем, стараются держаться одной линией поведения, как жители одной большой деревни, села. Минус в том, что любая схема, которую они строят, она не полна, не точна. Их попытка не интегрироваться с окружающим миром, она все время на что-то натыкается. Сначала она натыкалась на всяких странников. Странник – это, в общем, человек небогатый. Это не купец, который идет во главе каравана. То есть слуга Авраама Элезер, он, когда ехал в 23-ку, у него был караван верблюдов, там было всякое добро. Ну, это был, значит, среди для человека, так сказать, уважаемый. Наверное, такого человека в городе с домом привечали. Наверное, поэтому приветили Илота, потому что он был человек совершенно богатый и, соответственно, не вызывал подозрения, что он будет просить, клянчить. И еще один момент, может быть, миститель Бабель в своих воспоминаниях пишет, или, там, не знаю, в одном из своих рассказов про детство, что его, скажем, его товарищ, богатый товарищ, детей, конечно, не приглашаю его к себе домой, в таком духе, чтобы не заразиться бедностью. Вот это самое ощущение заразиться бедностью, не знаю, не имея никакого объяснения на этот цвет, но оно присутствует, так сказать, как в эпоху патриархов, так, наверное, может быть, и в наши дни. И вот жители из дома хотели, чтобы они никакой бедности, никакими новыми веяниями не заразились от тех людей, которые попадают случайно в эту местность. И поэтому они старались всякими неприятными вещами, типа того, что если человек кладет на постели, вот это знаменитая прокрустная ложа, оно в доме было, не знаю, на тысячу лет раньше, чем у Греков. Значит, если кладет на постели, он, значит, был слишком короток, где эта постель его растягивала, и так далее. Потому подобные вещи вытворяли. Последней каплей, которая переполнила чашу перфинения Всевышнего, было то, что одна из жителей этого города, она сама проделала еще одну брешь. Сейчас скажу, какие брешьи были. Она накормила, дала хлеб нечьему. И туда ее подвергли мучительной казни, обмазали медом, положили на санцепюк, пчелы ее кусали и закусали дошли. И вот этот поступок, он был как бы последней каплей. Любович, когда я объясняю, почему он был последней каплей. Потому что, в принципе, такое свойство есть у мироздания, что люди обмениваются тем добром, который у них есть. Этот обмен добром, это не просто нужда, скажем, там, не знаю, в Древней Китании завезли там алюминий, или там, я не знаю, чипы или еще что-то. А это, скажем так, это просто свойство мира, это вещь, которая является одним из частей, одним из китов, на которых мир стоит. Люди должны обмениваться, люди должны сотрудничать. Не помню, говорили мы или нет, я думаю, что да, но все же. Наш мир считается, называется, шметашния. Как бы, седьмое, вторая, вторая, восьмерка. Вторая и семерка. Тут есть разные, как бы, да, вторая и семерка. Ему пришлось тот мир, который называется Бунтоху. Об этом мире мы знаем, достаточно мало люди простые, но все-таки, если люди об этом говорили, что там сирот, небесный сирот, доброта, строгость, гармония и другие, они не находились в состоянии сотрудничества. Они были в некой связке, но вот обмена, постоянного обмена одной сферы с другой не было. После этого образовался мир Тикун, в котором мы живем. И этот мир, он отличается от мира Тоху тем, что в нем, в каждой сфере, присутствуют остальные девять других. Постоянное, какое-то тотальное посольство. Этим можно объяснить вот таким мистическим моментом, мистическим, потому что он не продиктован, скажем, законами Маркса Эйнбелса. Почему евреи в средние века предпринимали совершенно фантастические путешествия. Был некий союз еврейских купцов, если не воритников, как он сейчас называется, в раннем векове, в эпоху Карла Великого, который путешествовал даже за Китаром. В средние века ничего подобного не было. То есть там были какие-то перевалочные пункты, там, не знаю, Бухарские купцы привозили товары в Константинополь, но вот такого, чтобы купец ехал, стартовал, не знаю, в Северной Франции, выходил до Китайского моря, такого не было. И опять же, сейчас не будем долго рассуждать на эту тему, а просто скажем, что есть какая-то сила, которая заставляет толкает людей к сотрудничеству, толкает их путешествием за три моря, чтобы посмотреть мир, чтобы взять что-то оттуда и дать что-то свое, что есть у тебя. И вот в дом, они нарушали это правило. Они нарушали это правило не только с точки зрения торговли, тут можно было бы сказать, что, ну, хорошо, значит, довольны своими источниками, полями, овцами, и живите себе спокойно, никуда не рвите. Но они отрицали сам принцип сотрудничества и более того, сам принцип милосердия. Бедняков они не жаловали, мягко говоря, а именно подвергали их всяким вздевательствам. Не могу, скажем так, поставить вопрос, но и раньше, на предыдущем занятии, на одном из предыдущих занятий сказал, что нет у меня полного ответа. У меня есть некая, как бы, такая, намек некий, который я все-таки высказал. Предыдущий Рубавичский Рэбби, Рэбби Исап Итска Шнерсон, он сказал, что у него есть такая интересная мысль, и он говорит, что, в принципе, праведник, настоящий праведник, вполне может сотрудничать с настоящим злодеем. Почему? Потому что они не пересекаются, они настолько долетят друг от друга, что они не задевают друг друга, и поэтому могут, скажем так, праведник может повлиять в хорошую сторону на человека с плохими поступками. Может быть, поэтому вот, а вот ведь человек и обладал достаточно большой высотой. Несмотря на то, что его талтенуло, грубо говоря, в дискотеку, его тянуло в этот самый дом, но тем не менее он был племянником Авраама. Говорится, что он был похож на Авраама, просто как две капли воды. И кроме этого, он еще и учил Тору. Ту Тору, которая была Авраама, вот был, пока не родился Ицкак, и Ишмаэль, его род был тем, скажем, юношей, тем ликаброй, тем принимающим влияние, которое Авраам передал. И получил он достаточно много. И вот с этим багажом, приехавшим в дом, он, может быть, это мое предположение, оказался востребован именно как человек, который может как-то регулировать людские отношения в этом месте. Но всегда, и часто так бывает, что девушка сначала выходит замуж, и про нас будет сказано, и про нас будет сказано, и про нас будет сказано, а потом говорят, нет, это была ошибка, и меняют, до свидания, но это мне не нужно. В нечто подобное произошло с жителями в доме, они поняли, что вот их, в общем, обременят. Они хотели изнасиловать гомосексуальным образом ангелов, которые пришли с домом, пришли, собственно говоря, к лоту, пришли, чтобы спасти его от гибели, которая уже была, так сказать, висела над этим местом. А лот им помешал. Он сказал, что нет, ни за что, оставьте братья и так далее, и так далее. И тогда они его сняли. Судейского поста они сказали, пришел один и будет усудить. Ну, и, значит, эту историю мы еще, может быть, ее коснемся на следующем занятии. Пока же нас интересует, что люди такого плана, они, в общем, существовали очень недолго. Этот город с домом, который стал притчей во язык, стал примером, в общем, такого места, которое не должно быть вообще на белом свете, он существовал, по мнению наших мудрецов, лет около 50 лет, 50 с лишним лет. До этого времени мы уже об этом говорили, это я помню этот, напоминаю как бы. В это время они пережили, в общем, разгром, это удовоевал этот самый царь, Нибрад, что ли, я не помню, кто это, да, в общем, кто-то в таком духе. И он их, в общем-то, ввел в рабство, пищевые запасы забрал, вещи забрал, дом остался пустым. В общем, это было сильнейшее потрясение. Но оно, в принципе, их ничему не научило. Их задача была состояла в том, чтобы восстановить прежнее равновесие и чтобы никто не лез. И именно потому, что, я начал с того, что тоже, опять же, говорит, что они, что жители дома, они описали принцип милосердия тоже, не только сотрудничества, но и крайнюю степень сотрудничества, милосердия. То есть, когда человек видит нуждающегося, он старается ему помочь. Надо сказать, что в истории отыгрываются многие вещи, которые мы читаем про наших прадцев, не раз и не два, а более того. Это нам объясняет одно из объяснений, не помню, как я понимаю, одно из объяснений, почему Тора, книжи, описание жизни, ну, скажем, как пишутся в антилегрозных книгах, пастушеского племени, евреев, ибру, там, еще чего-нибудь. Чему это так вообще волнует людей на самых разных концах земли, от Японии, там, не знаю, до Исландии. Потому что есть в этом, затрагиваются какие-то тайные живые мироздания, в нашей истории которой касаются не только всех людей, но и всех эпох тоже. Поэтому мы, в общем, без особого удивления читаем, что, скажем, в первые годы советской власти Россия была доведена со своими руководителями до ниточки просто, до гвоздика, до ниточки. Это метафора, потому что ни гвоздей, ни ни ниточек тоже не было, это не ценивается на это слово. Тем не менее, большевики очень боялись проявлений милосердия. Эта волна докатилась и до тех людей, которые учились в советских школах. Был даже такой термин буржуазный гуманизм. Буржуазный гуманизм, значит, что тоже дает кому-то что-то, значит, чтобы он там, не знаю, ел, пил, не знаю. И это считалось неправильным. Времена Лея Толстого было тоже, Лея Толстого был человек очень, как бы, ну, скажем, соответствующий тому понту, который он сидал. То есть он претендовал на мудрость, на некую такую широкую доброцу, видение мира. И когда был голод, и в его губернии в Турске, то он с дочерью, со старшей дочерью, они собирали хлеб, открыли бесплатные столовые в деревнях, и так далее. И их друзья, молодые друзья, над ними сменяются, потому что они говорят, нужно же решать проблему в целом, в общем. Это называлось, что нужно сбросить царя, там, не знаю, предварительно убив, его или не убив. В общем, короче говоря, менять кардинально, а тут, и в царе, и в хлеб, голодающим. Для людей того, той эпохи, вроде бы, как золотой век вообще русской культуры, вторая половина, девятнадцатая века, тоже было не очень-то приемлемо. Поэтому мы видим, что из крест дома они меркают все время на протяжении очень многих эпох. И вот эти люди, которые были настолько закрыты, что не было никакой надежды на то, что они справятся. И смертный приговор им был уже подписан. И ангелы пришли в город в дом для того, чтобы просто вывезти оттуда лота. Это племянника Авраама и его семью. И тем не менее, они ничего не чувствовали. Не чувствовали, что туча сгустяется, не чувствовали, что скотова в жизни не та. Не будем сейчас на этом останавливаться, поскольку нас интересует молитва Авраама. Нам просто интересно, а почему Авраам за них молился? Почему Авраам хотел их спасти? Не знаю. Хороший вопрос к вам, если хотите, напишите мне сюда наш ток, наш чат. А вообще, знал ли Авраам, что лота будут спасать? Скажем, я бы сказал так, что я думаю, что да. И все-таки он молился за всех жителей. За всех жителей этого места. И дальше происходит разговор со Всевышним, здесь отпустим, в русском переводе. и сказал Всевышний от Авраама то, что я сделаю. Авраам должен стать народом великим и могучим, им благословлят все народы земли. И сказал Всевышний о пропускании с этой строчностью, значит, воплость дома и Аморы велик, и грехов велик, сойду же и посмотрю, и так далее. И дальше Авраам начинает торговля со Всевышним. И сказал Авраам, неужели ты погубишь праведного снижатива? Может быть, есть 50 праведников в этом городе? Неужели ты погубишь и не простишь этого места ради 50 праведников? Вот такой вопрос задает Авраам. И Всевышний ответил, если найду в зоне 50 праведников внутри города и опрощу, то у меня справедливо нет. И отвечает Авраам с большим осенью, как сказал за экспертетом, что хотя он говорит, что хотя праха и пепел, может быть, не достанет 5, может быть, 45, и Всевышний говорит хорошо, и пусть будет 45, а если 40, и пусть будет 40, а если 30, и пусть будет 30, и так они находят до 10, и потом Всевышний перестает говорить с Авраамом. Нам интересно знать две вещи. Почему Авраам один вопрос мы уже задали, почему Авраам вообще, ну, так болеет для жителей из дома? И второй вопрос, собственно говоря, какой он имеет право вмешиваться в исполнении божественной воли? Всевышний решил, Всевышний знает лучше, воля Всевышнего это вещь, находится над уровнем мироздания. То есть, имеется в виду, что есть некая цепочка миров, но воля Всевышнего она человеку недоступна. То, что Всевышний открывает нам свой волю, допустим, запрет воровства или еще что-то, это его, так сказать, милость к нам. Он нам раскрывает, вот это не надо трогать, это нельзя. или наоборот, что нужно почитать от своей мать, это можно, это очень просто. Но это его, как бы, это его инициатива. Но сами мы не можем вторгнуться в воровстве выйти, или можем, и вот тут начинается наступать интересный момент. Дело в том, что в принципе вся картина, она выглядит, в этом случае на нашей встрече сегодня с утра. Что главный вопрос и главный парадокс мироздания состоит в том, что Всевышний сделал нечто, наш мир, наши миры, которым может показаться, что они отделены от него. Или, скажем, они действительно отделены от него для того, чтобы соединиться с ним, приблизиться с ним, и мы не можем какие-то усилия. и в метраже Танхума говорится еще более как подводит цветок вот этим мыслям, которые мы сейчас высказываем, что заходил Всевышний сделал те же вещи среди нижних. Нижних, то есть отделенных от него. Нижний, в данном случае, низ это не пространственное, хотя пространственное тоже, а, скажем, смысловое, ценностное понятие. Низ это то, что отделено от Бога, то, что не с ним. Значит, весь мир является низом, в принципе. И высокий мир, и наш мир, и сам мир. И тем не менее, для Всевышнего этот мир ценен, потому что в этом мире он хочет раскрыться. И делает он это, потому что есть на свете еврейский народ, есть праведники, которые привлекают его волю, его свет, в наш мир. Означает это, помимо прочего, следующего, что Всевышний передал своему народу передал праведникам этого народа какие-то из своих полномочий. Это очень-очень-очень непростая фраза. Значит, слетел с моих уст, потому что, собственно говоря, многие на этом построили совсем не то, что нужно было построить. То есть, какие-то уровни божества, есть там, не знаю, Бог такой-то, есть Бог такой-то и так далее. Но на самом деле понять это надо более тонко и интеллигентно. А именно, что Всевышнему приятно по какой-то причине, когда люди берут на себя некие функции, которые им не свойственны. У Аутереды, первого Реда Хаббара, есть замечательная притча очень простая. Он говорит, что когда вы заходите в комнату, и люди там разговаривают, то вам это особенно не привлекает от вашего внимания. Но когда там в клетке сидит птица, птица начинает разговаривать, это действительно интересно. Я называю это формула говорящего попугана. Попугай говорит, вот это интересно. Конечно, Аутеред имеет в виду не попугай, он имеет в виду, что человек, простое, довольно существо, занято своими буднями, запросами, вдруг оно начинает заинтересоваться вещами, которые совершенно выходят как без арабки его компетенции. Ну не нужно ему ехать в Китай за фарпором, он попьет из обычной чашки, из длинной чашки, зачем отрежать караваны, там разбойники могут на них напасть, ветер бушует в пустыне. Но в этом так и душ. Это всевышний любит. Есть такая фраза у наших мудрецов, что оставила нифе каинкаши, что ты в таком духе найдешь, что на того, на желание Бога мы не можем ставить вопрос, почему, потому что мы не хотим понять, почему он этого желал, но если он этого желал, мы должны это принять, что это доставляет ему удовольствие. Есть история, сейчас я прочитаю, то, что Сережа пишет и, соответственно, мы продолжим дальше. История про течку. Если я забуду, напомните мне. Ради он за них молился, он задал серьезный вопрос о том правильном поступательном уничтожении и на праведников, и грешников одновременно, но конкретно за всех жителей дома Абрама не молился неправдой. Я думаю, что неправда, я думаю, что правду, что он молился на них за все. Потому что иначе он сказал уже, спаси, пожалуйста, 50 праведников. Ну, сколько есть праведных людей? Вот, ты хочешь спасти? Спаси, хорошие детства. Как сказала, что же это сказал, какая-то из родственников, Бенни Крика, что зачем Всевышний, что на свете есть такие люди, Моисея Крика, которые не должны жить на свете. Это такая замечательная сказка на Амфинском языке. Потому что вполне можно было сказать, что плохих уничтожат, а хороших оставят. Но нет, эти самые праведники вообще в городе с домом, они имеют право на существование только когда они живут в городе с домом. Потому что они тем самым спасают жителей с дома и прямым способом, тем, что говорят им, как надо себя вести, вот эта девушка с вами поступками, своей жертвой, она все-таки что-то сказала этим людям. Или каким-то окольным способом он просто общается с ними, приглашает их, не знаю там. Этвардут, беседуют о том, о всем, говорят, подсказывают, что надо делать. И тут мы сталкиваемся с интересными вещами. Я хотел рассказать историю про Птицы. В поколении мудрецов, которые пережили разрушение храма, второго храма, и которые поселились сначала в явной, а потом вот этот как бы высший Ишива, который совмещал свои функции во всех функций с ангибридом тоже, то есть вместо как отходы печатать Белохарля всего еврейского, печатать, наверное, в любом смысле. Там велись серьезные разговоры на темы, которые были связаны, часто очень были связаны совершенно не связаны с окружающей политической остановкой. Тем, что кто-то восставал против им, а кто-то пытался с ним найти общий язык из мудрецов. И был среди этих мудрецов Радеэль Элиэзер Денгурканов, который славился тем, что сперка, вот, наверное, вы читаете и возьмем Радеэль Хамед Мерзакса и его учитель говорит, что он был борт-кид. Он был водоем, где не было щели, где он весь был, так сказать, пробелен так, что никакая капля, которая туда попадала, уже не просасилась вовне. То есть у него была великолепная память, и он хранил очень много вещей, которые он получил от своих учителей. А это означало, что если возникал какой-то вопрос, ему не приходилось, скажем, придумывать какие-то мыслительные конструкции, он просто говорит, вот так я учил, так я получил от этого человека. Это уже считалось, как блатные говорят, подписано, то есть это уже считалось в его устав очень компетентно, очень авторитетно не подлежало сомнению. Но мудрецы не всегда принимали этот принцип. Вот однажды у них был спор насчет некой печи, печь, о которой идет речь, имеется в виду огромный горшок длинный, в котором пекли, не знаю, клет могли печь, и спекатели, еще какие-то. В общем, короче говоря, он мог принимать, поскольку это был сосуд, с отверстием, он мог принимать нечистоту. И у мудрецов явно возник скор. Вот при таких-то и таких-то условиях, сейчас я не смогу представить какие-то, таких, его мамы очистить, им нельзя очистить. Вот эту самую печку. Очистить имеется в виду от духовной нечистоты, от того, что, не знаю, куда-то туда, не знаю, залезла, не знаю, какая-то упала, дохлая ветвь, и вышла, все вещи, которые передают нечистоты. И мудрецы сказали, что нельзя, а раби ледов сказали, что можно, потому что у него есть передача. Кабала. Собственно говоря, к слову Кабала Дон Хор означает передача. Передача от его учителей, что да, можно. Это для него было вещью не сдвигаемой. И тогда мудрецы сказали, что нет, мы не принимаем это, а поскольку их было большинство, то Галахла должна была пойти по ним, но он совершенно не мог это принять. И тогда он заговорит какие-то вещи, которые поят свечерой по памяти, что пусть река, пусть ручей, который течет, он остановится, или пусть дерево, которое растет, оно вылетит в корне, или пусть еще там что-то, еще какие-то чудеса должны произойти, все эти чудеса происходили, а мудрецы говорили, что Тора клёбе шаманги. Тора не на небесах. Тора Всевышний дал мудрецам право судить по своему разуму, по своему уровню, о вещах, которые находятся рядом с ними, которые они должны везать, и чудеса тут не имеют места. И тогда раздается боткой, голос с неба, что вообще, как можно спорить с радиолезером, он знает сколько, сколько, и так далее. и все равно не повторяет эту фразу. И тогда говорится мудрецэш, как бы Всевышний улыбается, говорит, не сахну, мои сыновья меня победили. Возникает вопрос, это имеет прямое отношение к нашей теме, которую мы сейчас говорим. Всевышний отчего вообще хотел? Печка какая? Чистая или не чистая? Кто прав? И ответ прозвучит я думаю, что так. В данном случае я просто имею в виду, что это какой-то конкретный текст, который я читал на этой теме, что есть различные уровни воли Всевышнего. И когда у нас может возникнуть ощущение, что кто-то спорит со Всевышним из мудрецов, Всевышний с ним не согласен, то, если этот человек достаточно высокого уровня, если этот ближайший к ступени праведника, вполне может быть, что он может предложить Всевышнему другой вариант божественной воли. Это звучит, может быть, немножко странно, немножко бомбаски. Ну вот Рейде в своем Моамариме действительно не так. Есть такое выражение Ластот Расценеку, Ластот Расценеку. Значит, выполнять свою волю. Мы хотим, мы и вне хотим выполнять свою волю. Но в устах праведников это может часто звучать так, что я делаю твою волю, я формирую твою волю, я подсказываю тебе Всевышнему, какой твоя воля должна быть. И в данном случае это доставляет, это не является блудом против Всевышнего, а наоборот, царик, праведник, открывает такой уровень решения вопроса, который до этого был от любит праведник его открыл и Всевышний может пойти по решению праведника. Ну, приведу пример очень конкретный, который касается нас прямой, что было мнение, что приходом Маширока будет предшествовать война Бога и Магога. И были всякие ужасы с этой войной, и есть высказывания нашей мудрецовки после Талмуда, один из них сказал, что я бы, не знаю, предпочел бы что-то еще, но только не жить в эпоху Маширок. Льва Ишкараби сказал, что ту цену, которую евреи должны были заплатить, вот так сказать, во время Хаблей Машир, во время родовых вкладок Машир, они заплатили во Вторую мировую войну. Поэтому их это не коснется. Он так сказал, он предложил сведеть и вышли в свой формат в виде не проблем. Думаю, что многие проголосуют, или все мы проголосуем за. потому что когда мы читаем в гороскопах, в интервью с астрологами и так далее, что будет, то, как правило, им, просто и по специальности, им надо сказать, что нехорошо будет, плохо ребята будут, готовьтесь, что-то такое будет. Правильник уже, наоборот, не нужно было готовить к системе, готовить к ребятам. Ребята, кстати, готовятся, и самое интересное, что в Москве формируются отряды, такие тайные отряды, людей, которые, когда начнется деворожка, на путешествии, в том, что мы подумали, водопровод отключить, они уже, у них так и есть, там, не знаю, 10-15 семей с мужчинами, с женами, с детьми, с палатками, с ножами, с пистолетами и автоматами даже, с медикаментами, которые тут же пойдут по какому-то маршруту, там, в Брянский лес, и там будут переживать катастрофу. И так это движение ширится. И какая-то тайная-тайная и такие орденок. Вопрос, от чего ты хочешь? Вопрос очень непростой, на тему катастрофы. Вопрос к праведнику простой, праведник хочет добра. Праведник так же, как Всевышний хочет добра, и праведник в тех нелегких, непростых обстоятельствах, которые Всевышний ему предлагает, и предлагает вообще все усиление Земли, праведник хочет это повернуть в сторону добра. И поэтому молитва Абрама, она, ну скажем так, естественна. Он извиняется перед Всевышним. Он говорит очень много слов, которые, как бы, так сказать, показывают его, ну скажем, приниженность, шелут, это называется, он говорит и о прах. и тем не менее он предлагает Всевышний на другой формат решения проблемы с домом. Всевышний этот формат не принимает. Или, скажем так, он может быть его принял, потому что мы не можем жарить, что я такое, чтобы говорить, как это происходит. Но, скажем, есть, опять же, у Рэби довольно интересная мысль, по-моему, мы не знаем, как салисм, мы ее именем, звучит она так, что есть разница между мыслью и действием, исполнением. Для того, чтобы перейти от мысли к исполнению, нужна специальная, так сказать, перезагрузка, скажем так, современной темы. Нужна особая перезагрузка прямо от мысли к действию не перейдешь. Собственно говоря, вся история гражданской войны кровавая это попытка дилетантов, кровавых дилетантов встретит сразу от мысли, значит, мир Кижина, война Дворца, война Дворца, деборцы, мир Кижина, значит, крестьянка, может, кухарку управлять государством, управлял государством не кухарка, а ворошилов, Сталин, не знаю, Молотов, может быть, они были талатовые люди, но не для этой роли их, так сказать, не на ту ступень они ее забрались. И к чему это все привело, что многим жертвам. Так вот, возвращаясь к, вполне может быть, что молитва Авраама была принята Всевышним на уровне мысли, на уровне желания праведника и использована в другом формате в другие времена. Это довольно спекулятивно, это, кстати, очень, так сказать, на удачу высказывание позволено себе, но поскольку я уже слышал о том, что иногда те молитвы, которые Всевышний не принимает в действии, он принимает их к хранению, к исполнению в другом формате, к другое время, это я читал, слышал, и вполне может быть, что история собрала это тоже отмечуще. Есть ли у нас какие-то вопросы по поводу того, что мы сейчас услышим? Я хочу еще кое-что рассказать и можно даже прочитать вам сейчас. Но если, значит, будет вопрос, то вы его мне напишите и, соответственно, тогда я сейчас могу ответить, я отвечу. Рассказать я хочу следующее. Рады были, поскольку вообще наша тема сейчас, сегодняшнее занятие это праведник, цапик и молитва праведника. Молитва праведника за других людей, за простых людей. Был такой праведник, которого звали Раби Финкер с Ганьеем. Он жил в очень неприятное время. Он жил в период сразу после разрушения второго храма, когда из такое понятие сейчас ввели журналисты земля Каманчи. Земля Каманчи это мечейная земля, где, значит, великие американские пустыни, где очень легко, значит, одному племени евгейскому нападать на другое, отнимать, забирать, потом, где им часто мсти, и так до бесконечности. Вот это Расскаманчи. Вот это в то время Рассказария была именно такой землей, потому что римляне, обозленные страшным противодействием евреям, отчаянной защитой Иерусалима, они в общем вновь стали доносить гзерот постановления на уровне близких фашистским. Хотя, в принципе, римляне это было совершенно не свойственно. Наоборот, даже очень другое гуманное подходе, гикаряна. И вне были гикаряны, а в данном случае гикаряны были римляне по степени духовного уровня. И поэтому было очень жестко. Наши мудрецы сохранили это, я думаю, что все-таки в довольно аллегорической форме, что римляне вынесли постановление, что тот, кто убил еврея, поступил хорошо, тот, кто не убил того, сует. Но это, во всяком случае, даже если это метафора, это отражает положение дела. И в частности, очень похоже на то, что сейчас происходит по воле Путина в Восточной Украине, бродят шайки людей, которые никогда не были восследованы, даже как бандиты, но все-таки они появляли великолепую сель легитимацию, они там грабят, останавливают инкассаторов, пытают людей, пытаются захватить каких-то заложников и пытаются кого-то обменять на этих заложников, в общем, действуют как большие. Мальчики, которые долго находились в холодильнике, вот вышли на воду. Такие же шайки, похожие на это, бродили в Эрес-Исраэль, они были на интернациональном составе, и они заквасывали людей, и если платили за такого человека в выкуп, то возвращали его, а если нет, то продавали его в рабство. Вообще-то они были заинтересованы в том, чтобы им деньги заплатили, потому что за раба много не получишь, все-таки а выкуп, он выкуп и есть. И ради пинцерс Даниил, несмотря на то, что он был мудрецом, педотворцем, человеком высочайшего уровня полета, он каждый раз, когда он слышал, что кто-то попал в плен, он собирал деньги на выкуп и отправлялся вступать в негуциацию с этими бандитами. И вот однажды он решил, чтобы выкупить пленного, потому что если нет, если там до какого-то срока деньги не привезет, то его падут. И в это время как раз, наверное, это было зимнее время или весеннее время, это было время разлива рек, разлива ручьев, скажем так. То, что было раньше ручьем, стало рекой, и вот он остановился в реке Геннай, и такое правило в горных местностях, в Израиле, что если вода выше колена, не несутся воду, потому что снесет, и люди погибали таким образом. И вот он остановился перед рекой Геннай. и видит, что он не сможет перетравиться. Ему нужно срочно перетравиться, чтобы спасти человека, чтобы спасти человека отравления. И то он обращается к этой реке и говорит, просит ее, чтобы она прервала свое течение. Мы можем с вами, конечно, сказать, что это старт. Но успехи, науки и техники, всяких самклонирований и прочего, а в том числе и, скажем, давным-давно воспользуемых нам Бама, что у планет есть душа, что у Земли есть душа, а у Уны есть душа. Мыслящая, а Рамбамбов не такой человек, который, значит, бросал не секреты так. Мы можем вполне предположить, что действительно есть какое-то духовное начало. Не более махер там, ничего не такое, а просто частица духовности Всевышнего, которая присутствует в этом месте, имеет какую-то, ну, скажем, структуру, на которой можно разговаривать. Это вообще не знаю, как-то это люди более умные чем я, но они как-то, видимо, сушники такие, если они могут может быть это домыслие. Но все равно люди обратились к Рейке, Рейке Динай, попросил, что у нас прервалось детей, и он перешел. Река Динай ему отвечала, что нет, что невозможно, потому что я текусь с момента дореши, с момента творения мира. Спасешь ты плена или не спасешь, это вопрос. Он говорит, это очень многих обстоятельств. а то, что я выполняю волю Бога с момента сотворения, с момента того, когда Севышний сказал, что будет мир, будет свет, это бесспорно. И тогда Раби Финкес Ден-Мир ей преградил Линкет. Он сказал ей так, что если ты не выполнишь мою волю, вот мы заметим, что идет как бы терапевтировка воли Севышни, то я вычеркну себя из книги творения. Что это означает? Как ни странно, у меня есть история, которая, скажем, может нам немножко прояснит эту тему. Что значит вычеркнуть из книги творения, что он законит, смотря на то, что он праведен, чтобы совершать такие вещи, что была река, Ака, допустим, или Бога даже, вот нет ее, травнина, речка маленькая течет, но не Бога. Как такое может быть? Все нарушено. Такая история была. Была она в эпоху Балшемцова, когда некий праведный человек сделал одну вещь, он отделился от своих знаний, поскольку они уже не могли разойти. И он был близок с женой, возможно, только если дети могут родиться, если нет, то не надо, не зачем. И когда он пришел к Балшемцову, этот самый праведный еврей, то Балшемцов не захотел увидеть. И, значит, когда он стал выяснять, что и как и почему, то ему передали от имени Балшемцова, что человек, который отделился от жены, он не имеет права вообще и получать никакого от него удовольствия, не знаю, чтобы Наташа ему говорила, засыпала тюртук и тюртук. То есть он нарушил, он пошел на устражение, на своем устражении он опять закатился до нарушения. И как быть? И говорится, что Балшемцов решил это исправить. Это как бы было написано в рамбану. И у Балшемцова было такое свойство, у него было то, что называется Алият Мишама, поднятие души во время молитвы, его душа поднималась в высший мир. И он поднялся в высший мир в Ганеден и пошел к дворцу Рамбаму. И там он попротив Рамбама что-то исправить в этой ситуации. И в результате это строка, что человек, который, так сказать, дал себе, дал недр, дал обед, не получать наслаждения от жены, что это касается и борща, там, не знаю, это строка исчезла из книг Рамбама, из всех. Мы можем себе представить, как в интернете есть какая-то строка в каком-то неком тексте. И вдруг модератор ее убирает для Ганду. Ее нету. Вполне может быть какая-то невелика фантазия пристает на уровне высшего, что интернет, что не интернет, что просто, не знаю, сотни тысяч книг, где она напечатана эта строка, она выходит отсюда. Это переформируется. Это как бы современному человеку легче это понять, чем людям, которые жили с эпохи Гутинберга, когда долго печатали там, катали двадцать вперед, печатные доски. Значит, что сделал Волшинтос? Он предложил изменить формат. Немного больше, меньше, как формат Глокин. И Всевышний дал свое добро, и душа Рамбама дала свое добро, и это привело к тому, что, значит, вот этот правильный человек вышел из того монастыря, под которым он там преподал. Значит, общий вывод нашей встречи такой, что молитва Абрама, она достаточно интересна, она без сомнения праведная, без сомнения в ней есть какое-то, есть еще о многом нам подумать, но в ней есть очень интересный момент, а именно то, что праведник не только старается исполнить волю Всевышнего, но он старается и открыть какие-то части божественной воли, которые еще в этом мире не были открыты. Например, простить жителей дома. Я хочу закончить на неком хортистском высказывании, очень простом. Говорят, что маленький праведник, может поднять и спасти маленького злодея, а большой праведник может поднять и спасти большого злодея. Вот это высказывание очень такое простое по форме, очень серьезное по содержанию. Может быть, оно нам объяснит, почему Абрам считал все-таки жителей дома достойных того, чтобы они не превратились в соленое море. которое называют даже мертвым морем. Доля оптимизма в этом такова. Давайте внесем какую-то значит нотку такую все-таки оптимистичную потому что мы закончим все-таки на том или там в настоящем планете продолжим свой дом перевернется, станет соленым морем. Я как-то случайно зашел в интернет и читал какое-то сообщение о том, что на юге нашей страны на юге Израиля какие-то и такие-то пары выходцы из России поставили хуку им поставили хуку. И вдруг я читаю фамилии не буду сейчас их повторять, чтобы просто людям голову не морочить, выдающихся советских полководцев гражданской гражданской войне не евреев. И тут действительно на этой ноте я бы хотел закончить, потому что наверняка скорее всего они женились как ворошилов например на Ивейке или там Молотов еще кто-то еще кто-то и наверняка через очень долгую водопроводную систему дистиллировки души и связи и развязи и браков и разводов и всего и рождений эти дети наконец докатили уж не знаю до чего до осознания своего еврея или еще до чего-то и вот человек с фамилией Сёрт становится под хуку. Ну это фантазия потому что может быть я в чем-то ошибся но на всяком случае на этой фантазии мне бы хотелось сегодня закончить наше занятие Если есть какие-то вопросы пожалуйста я жду а если нет то спасибо вам за терпение Счастливо вам до свидания Окей Народ видать вместо вопросов обдумывает это правильно Окей Это Да Всем спасибо Это и особенно До следующих встречи в эфире поедем и